И самое главное, уважаемые братья и сестры, на что нужно сделать акцент, поститься не только желудком, а в первую очередь поститься нашими сердцами. То есть, чтобы наши сердца были открыты, альхамдулилла, чтобы мы радовались этим поклонениям. Бывает такое, что люди делают поклонения, только не делают поклонения сердцем, делают поклонения только своим телом. И думают, побыстрее бы закончилось это поклонение. Например, намаз зашел, время намаза, быстро-быстро читает, чтобы как бы прочитать и все. Или там пост, эх, когда же он закончится? А мы должны полюбить. Полюбить, ведь эти поклонения приближают нас к нашему Создателю. Ведь эти поклонения приближают нас к Аллаху, субхану ва-та-Аля. Если мы будем с вами любить то, что Аллах, субхану ва-та-Аля, любит, то тогда Аллах, субхану ва-та-Аля, нас полюбит. Представляете, как нам бывает прекрасно слышать слова от наших родителей, когда они говорят, я тебя люблю, мой сынок, я тебя люблю, моя доченька. А как может быть прекрасно на наши сердца жить в этой жизни и знать, что нас любит тот, кто сотворил не только нас, а наших родителей, нашу папу, нашу маму и тот, кому наше возвращение. Я прошу Аллаху, субхану ва-та-Аля, уважаемые братья и сестры, чтобы Аллах, субхану ва-та-Аля, принял от нас и от вас. Аль-хамду лилля, за каждых наших подписчиков делали дуа, аль-хамду лилля. Может быть, кого-то из вас, я не знаю, по именам не знаю, может быть, даже не видел, может, мы даже не увидели и не увидимся в этой дуне. Но в ахирате я прошу Аллаху, субхану ва-та-Аля, чтобы всех нас собрал под тенью своего трона. В тот момент, когда не будет иной тени, кроме как тени, Аллаху, субхану ва-та-Аля, прошу Аллаху, субхану ва-та-Аля, чтобы дал нам возможность дожить до месяца Рамадан, пропаститься его полностью, чтобы Аллах, субхану ва-та-Аля, принял его от нас. Бывает такое, что человек в этой жизни может сделать много дел, но Аллах не примет. Почему? Потому что не было у него искренности в его сердце. Отсюда мы должны понимать то, что если мы хотим, чтобы Аллах принял от нас, то мы должны быть искренны с Аллахом, субхану ва-та-Аля. Это то, что требует от нас Аллах и говорит, Субхану ва Та'ля, О верующие, бойтесь Аллаха и будьте вместе с правдивыми, с честными людьми. Это то, что Аллах Субхану ва Та'ля требует. А какая награда его в Судный день? Аллах Субхану ва Та'ля сказал, Это тот день, когда правдивым, честным людям поможет искренность, их честность, их честность поможет, их правдивость поможет, их искренность с Аллахом поможет им в Судный день. Раббана, айтина, фидддунья, хасана, вафил ахрати, хасана, вакина, азаба лнар, ваадхинна лжанна, маал абрар, я азиз, я вабар, я раббал ааламин. Ва салаллаху а'ля на бина Мухаммадин, ва алихи, ва сахбхи, ажмаин. Ва саламу а'ляйкум, ва рахматуллахи, ва баракат.